Это хорошо, они еще Харьков не взяли. Хорошо, они дальше не пошли. Понимаешь? А они могли это сделать. Вот они сегодня жалеют, что они этого не сделали. Потому что для того, чтобы поменять Донбасс на Крым, чтобы тема Крыма была бы однозначно забыта, да, Украины, они для этого и Донбасс взяли. А если бы они взяли бы еще Харьков или что-то, они уже тогда бы вообще Крымом не занимались бы, даже не зарекались бы на эту тему, вы понимаете? Он для того это делается, для того, чтобы... А потом в Сирию зачем пошли? Когда санкции начались для того, чтобы Запад отстал от них в вопросе Украины, они пошли в Сирию, чтобы там был торг. После Сирии они пошли в Ливию. И чем будет больше торга с тем же Западом, Запад все будет дальше удаляться от проблемы, от решения проблемы Украины, Донбасса и Крыма. Что мы сегодня это и видим. Это происходит открытым текстом с 2014 года по 2016. Заметьте, в 2016 году уже пришел Дональд Трамп. А до него вот эти все 8 лет правительство Барака Обамы чем занималось? Оно занималось политикой увещевания, политикой увещевания того же Путина. То есть делало все то, что делал в свое время Деладье Чемберлин. Потому что Барак Обама и его команда это делали вместе с европейскими лидерами. Из Лондона, из Парижа и из Берлина. То есть все они, вот это Ангеле Меркель, Терезе Мей, а до него Камерон и Саркази в Франции, Алан и вот нынешний этот самый Макрон. Все они делали ту же политику с Гитлером. Это что остановило Вторую мировую войну? Остановило аппетит того же Гитлера? Не остановило. Гитлер сделал все то, что он должен был сделать. В конечном итоге они столкнулись, остались лицом к лицу Сталина. И началась Вторая мировая война. То есть она сначала началась в 1939 году. Со Сталиным они разделились, что могли. А когда уже все закончилось, они должны были решать, кто будет главный. И началась так называемая 22 июня 1941 года. К чему я введу эти параллели? Это дежавю. Это самое настоящее дежавю, которое мы сегодня можем наблюдать. И поэтому, когда уже Барак Обама стал также хромой уткой, а на его место пришел Дональд Трамп, к сожалению, опять же, многие не обратили внимания, почему Россия так сильно продвигала того же Дональда Трампа. Почему она так сильно поддерживала? И почему они так выступали против Хиллари Клинтона? Я для ваших телезрителей официально скажу, что я вообще не член ни республиканской партии, ни демократической. Я считаю, что любой эксперт должен стоять над конфликтом, чтобы объективно анализировать плюсы и минусы республиканской части и плюсы и минусы демократической части. Об ошибках демократов во времена Барака Обама я сказал. Потому что все, что произошло с Грузии, несмотря на то, что президентом на тот момент был уже Джордж Буш-младший, но он через три месяца уже уходил. Поэтому он был хромая утка, как здесь в Америке говорят. И вся ответственность за то, чтобы остановить эту экспансию, уже решала на Барак Обамы, на демократах. За восемь лет они этого ничего не сделали. И в результате этого Путин усилился, и Путин пошел на Украину. И вот когда уже до них дошло, в 2015 году это дошло, тогда был заместителем госсекретаря Энтони Блинкин, нынешний будущий госсекретарь, которого Джо Байден номинировал. И вот он заявил буквально три недели тому назад, после номинации, самая главная ошибка наша была тогда, что мы поздно поняли тактику Путина в вопросах его экспансии. Мы поняли это только в 2015 году, уже после аннексии Крыма и после бойни в Донбассе, когда он пошел уже в Сирию. И тогда мы поняли об этом. Но это поздно. И сегодня, если это понимание уже есть, и вот эти первые заявления и назначения его, например, госсекретарем, Салливана, помощником по национальной безопасности, и другие кадровые назначения, говорят о том, что, конечно, уже не будет Барак Обама 2 этой политики, и однозначно не будет политики Дональда Трампа. Возвращаюсь теперь к Дональду Трампу. С 2016 по 2020 год тема импичмента не на пустом месте появилась, что бы там ни говорили бы сторонники республиканской партии. Просто не нашли прямых доказательств по американскому праву, юридическому праву. Если президент бумагу не подписал, или же нет аудиозаписи с его голосом, это должно быть прямое доказательство. Если это делал его помощник, его адвокат, которых вот посадили в тюрьму, которых он сегодня всех амнистировал, они за это висели, потому что конкретно они были виноваты, но они не президенты. И поэтому импичмента с ними не делали, их посадили. А президенту импичмент для чего нужен? Чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Президент неприкосновенное лицо. Сначала импичмент, потом привлекают. Но импичмент не прошел, потому что прямых доказательств не было. Косвенные были. Эти косвенные доказательства о чем говорят? Говорят о том, что, например, политика за 4 года, вот эти санкции, которые Конгресс принимает, он их опускает вниз. То есть не на том уровне, на котором надо. И вот эти лазейки, которые 6 лет, то есть во времена Обамы эти санкции были не на достаточном уровне. И во времена Трампа Конгресс не может это, потому что санкции Конгресс принимает, но должны реализовывать исполнительные органы власти. А на том уровне, чтобы преодолеть вето президента, должно быть достаточное количество голосов. Этого не было. И Трамп в течение 4 лет не делал нужного того, что нужно делать против Путина и его режима. Поэтому все эти годы точно так же мы видели вот это самое бряцание оружием со стороны Путина. Вы видели риторику со стороны режима в Кремле. И мы видим ее продолжающуюся риторику до выборов. И как освещался ход этих выборов в российской информационной пропаганде. Мы это видели. И крокодиловы слезы, которые мы тоже там увидели после 3 ноября. И как Путин до последнего, до 14 декабря, не поздравлял. Почему? Потому что все сдали. Они думали, что Америка это Россия. Что здесь система сдержек противовеса. Здесь исполнительная, законодательная. И судебная власть, они на самом деле независимы. Им казалось, что Дональд Трамп назначил трех судей Верховного суда. И что? Они даже не приняли к рассмотрению. 60 федеральных судей отказали вообще в исках. А там половина из них республиканцы. Вы понимаете? Я к чему веду в Америке. Судебная система настолько независима, чтобы люди понимали бы, что человек, который тем более на уровне Верховного судей, пожизненный, с огромной зарплатой. Зарплата Верховного судей больше, чем зарплата того же президента. И он защищен до конца жизни. Его никто снять не может с этой должности. Вы понимаете? Его назначает, предлагает президент, утверждает Конгресс. То есть все принимают чай. А после этого он свободный. И перед Конгрессом, и перед президентом. И только перед своей совестью, перед законом. Вы понимаете? Поэтому вы можете его рекомендовать, а завтра он будет исходить из того, как трактуют закон. Вот это и произошло. А в России надеялись на то, что, и они как преподносили, гражданская война будет тот и нам, американцам, например. Страшно было выходить на улицу, если мы смотрели, например, российское телевидение. А все вы видите, как спокойно. И 20-го будет инаугурация, никаких проблем не будет. Я к чему это веду? Вот это вся долгая. Почему Путину? Я к вашему вопросу. Почему вот? Потому, что системность в отношении политического своего противника, стратегического, который в доктрине, в доктрине национальной безопасности США было указано, и эту доктрину последний подписал в 2017 году сам Дональд Трамп. Там были указаны 4 страны. Северная Корея, Китай, Россия и Иран. Это стратегические противники Соединенных Штатов. И что? В отношении них какая была политика? Вот единственное положительное во времена Дональда Трампа это было то, что он постарался остановить экономическую экспансию Китая. Это здесь он правильно работал. Я думаю, я думаю, Джо Байден понимает, должен понимать во всяком случае, потому что в условиях пандемии коронавируса, в условиях падения экономики и всех других проблем, которые существуют, надо понимать интересы американской экономики. И главный противник, главный конкурент в этом вопросе это именно Китай. Китай и Евросоюз. Это вторая и третья экономика на планете после Соединенных Штатов. Но в Европе сегодня тоже вот это коронавирус и все остальное. И вот эта бессистемность станет НАТО и на внешнеполитической арене, будь то Ближний Восток, будь то регион Средиземного моря. Вот эти разногласия, которые между членами НАТО, такими как Франция, Турция происходит. Вы понимаете, этого всего не должно быть, если, ну как в Советском Союзе принять, старший брат есть. Но если главная страна дистанцируется, она дистанцировалась на Ближнем Востоке. Свято место пусто не бывает. Дистанцировались. Туда в Сирию сразу влезли кто? Россия и Иран. И уже Иран стоит рядом с голландскими высотами. Израиль будет с этим мириться? Нет. Израиль же стратегический партнер Соединенных Штатов. Поэтому Израиль сегодня защищается. И убийство генерала Сулеймани, и убийство вот этих ядерщиков последнего. Это же не первый ядерщик был. До него уже четырех или пяти они также ликвидировали. И они будут продолжать это делать. И вот все то, что тут это происходит. И бессистемность. Я отвечая на ваш вопрос, объясняю это тем, что бессистемность в стане стратегических противников Кремля была. И на этой бессистемности Путин находил легко свою рыбу. И он за эти годы наладил хорошие лоббистов. Посмотрите, истеблишмент Западной Европы, Евросоюза. Президенты, премьеры-министры. Понимаете? Сильвия Берлускони, Земан, Урбан, Ципрес, бывший премьер Греции. Я уже не говорю, Липенчиц не стала президентом. А я уже не говорю прям средством массовой информации. Парламент и многое другое. И поэтому то Южный поток, то Северный поток-2. И вот это все. Газовые проблемы. С Украиной что хотят, то и делают. Белоруссия сегодня полгода населения на улице. Мерзнет уже. Дождь, снег. Опять же, того, что надо, нет. Потому что без Соединенных Штатов Евросоюз бессилен. И вот этот нормандский формат, который вам навязали, так же, как в свое время Бишкекский протокол Азербайджана навязали, это все говорит о том, что Запад просто не знал. И конкретно вот эти страны в Европе. Потому что Соединенные Штаты дистанцировались. Сегодня я надеюсь на то, что вот этому придет конец. И после 20 января мы увидим совершенно другую политику.